Всегда вечером застыла, а сегодня утром обратно все расставила. Не утром, ночью уже все расставила. Пойду посмотрю, что Вася делает. Здравствуйте, сейчас я доски, которые были на опалубке, откручиваю их, собираю и на обрешетку они пойдут. А эти еще стоят две. Это мерки остались, это на потолок, чтобы потом заново не замерять, уже в эту комнату, по ним будем отрезать доски. Понятно, напугала тебя. Вот это все тоже, видишь, придавило. Сейчас вот думаю, как это все распределить. Ну да, потому что все равно надо тут вроде бы и залазить туда наверх. Кирпичи, не будем показывать. Что? Кирпичи, которые скидевые. А, давай покажем. В каком-то ролике мы показывали, как склеивали два блока клей-пеной. Это специальная пена для газоблоков. А два других мы склеили, тоже клеем, но он похож на цемент. Вот он. А здесь пена. Пришло время испытать, проверить. Крайняя уже мера будет. Если другие способы не разрушат их, прибегнем к радикальным мерам конкретным. Сегодня ездили на рынок, в Маше купили сапоги теплые, как у меня. У меня, правда, вон даже порвались немного, это неосторожно. Но они теплые. Я пока шла дышу, но она с ногой хохомой, и это ноги спотея. Очень тепло в таких сапогах. На рынке и в строительных магазинах хотели купить ножовку. Можно, конечно, эту наточить. Вот эта ножовка хорошая очень. А что, она может ее наточить? Да, попробовать наточить, я, правда, не знаю, как их точат. Но попробую. Вот эта вот хорошо пилила. Сейчас ножовки какие-то пошли все... Не то. Не то. Китайская. Да, китайские ножовки. Что на рынке такие, что в магазине строительном такие. Это уже сколько мы, сколько ей пилили. Это советская ножовка. Я еще каких пищей бы не пилили, она бы еще это работала. Я ее наточу. Сергей пришел. Я уже тут это, открутил много досок. Ну, сейчас тут еще. Еще пожарим губу? Губу пожарим? Ну? Не косялое? Да нет, я ее наточу делаю. Сейчас, наверное, как мы сделаем? Сейчас попробую своим весом. Эти блоки уже в таком состоянии пролежали, наверное, больше недели. Если не больше. Сейчас попробуем попрыгать на нем. Здесь. Лишь бы это не покалечится. Да. Надо палку какую-то взять. На бумажке. А? А? Машу. А, Машу послал. Ага, выдерживает вес. сейчас наверно сразу же перейдем к кардинальным мерам грубой силой сил физической силе виде калуна потихоньку сначала вот он держится сейчас посильнее начну сломался разломался блок видите часть это даже не пена оторвалась а сломался сам блок вот видно что оставались обломки кирпичей вот как раз вот где была склеена вот они вот он видишь какая крепкая серега смотри видишь вообще крепкая сломался перейдем к другому такие стульчики такие стульчики были но хорошие подставочки были тут он тут даже он крепче потому что там длиннее блоки палочку здесь на всякий случай сейчас попробую надеюсь это тоже будет крепко я еще и положил на ребро не 8 вот стою держится подвергаю слышит свои ночи опасностям все но крепко тут крепко перейдем процедура калуна у нас будет называться тоже потихонечку сначала крепко все случилось самый ответственный момент закончилась карта памяти сейчас значит что мы видим здесь тоже кирпич остался разбираем ну тут вот просто мне кажется вот здесь оно не прилегло к этому мы плохо промазали тоже очень крепко смотри вообще вообще крепко тоже ну чё сказать то это нормально да кому как удобно тем и тем и делайте по экономии вот даже сложно сказать что это дешевле будет да клей думаешь вот этот клей нет пена 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 дешевле будет но я не знаю и если например вот этим ты профессионально работаешь то его тоже будет мало уходить все уже знаешь сколько надо зато плюс клея вот этого цементного то что не нужно выравнивать им можно выравнить неровности кирпича погрешности вот этого блока и можно сделать и им намного быстрее делать пеной получается чили маленького диаметра но там много возни ладно ну тоже было интересно нам опять повторяю не ничего там не хотим ну показать что что-то лучше что-то хуже это вы делали для себя и для вас кому это интересно никакой рекламы вообще будем работать дальше и 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 что мы делали без маши? потому что я их постоянно подгоняю уже надоело подгонять сама из-за дела это мягко, как подушка он не ходит совсем надо что такое сделать, корове оббить дверь просто мы будем покупать потом есть, хватит и спокойно одного конечно вот такая вот у нас подушка получается конструкция должно быть очень тепло но ромается он так называют базальтовая плита все говоришь? ну да давай мне сказать, что первую вот эту класть надо она мягкая почему мы решили вложить вот эту потому что вот эта базальтовая плита она даже здесь у нее влагостойкая где-то тут было написано вот это все вот снегостойкая а огне так выдерживает температуру свыше тысячи градусов ну это шум понятно снижает и устойчив к влаге у нас досок нету лишних видишь ткани вот просто кусочками вот такими нарезать и это приткнуть их здесь и все вот так вот наверное сделаем давай тогда я буду дальше делать а ты это вырезать будешь по этой по этой не надо ходить а как я буду вырезать? или как-то мягко надо так выглядит наш утеплитель кто-то тут походил ногами а а та ты проходила а В кончике В кончике? Угу Давай, блин Давай, блин Давай, блин В кончике Дальше. Натягивай, ты поедел. Натягивай еще. На мой домик. Я тут спать буду. Да, ты что думаешь? Давай. Что-то я еще не проснулся. Мне сейчас спать надо было. Я уже пошел что-то делать. А он спит. Да. А хорошо, тишина. И спится, да? Все, натягивай. Натягивай. Стой, стой. Там не говно у тебя. Ты все не видишь? Угу. Я хочу, чтобы было сюда. Чтобы не стыскаться. А эти досточки у нас по середине идут и положим. Какие досточки? Вот эту досточку. Какую досточку? Вот эту. Маленькую. Она по середине вставляется. Она никуда не вставляется. Маленькую. Маленькую. Я голую. Голую? Наверное. Маленькую. Я еще не тут, но еще буду спать. Они мягкие. Мягче матраса, да? Маленькую. Да. Маленькую. 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 чтобы был щель не прямая а как бы вот здесь вот немножко вот этот лист выходил а потом уже на него кладется другой чтобы не продувало вот так отрезать вот туда вот вставить вот эту вот они всегда так говорят вася ты страдаешь фигнёй она и так говорит сойдет ладно все я не буду а то тут сейчас начнется у нас это они же просили это скандалы интриги я вот сделаю так маша сделает так ку-ку я сейчас просто туда вставлю вот вот этот огрыточек все а потом у меня все пойдет нормально успеть пока дождь чтобы никакой не начался да вот кладу вот она видишь вот она или это закрывать ну как бы по идее может это это маразм какой-то как они называют паранойя паранойя это называют можно это паранойя а может быть вот вот у меня потом следующий лист вот этот даже этот и щель щели уже не будет уложили утеплитель дальше мы пока не будем утеплитель класть почему мы туда положили потому что там потом будет его тяжело засовывать засовывать будет тяжело и решили сразу положить сейчас быстренько все будем обрешетку делать все писали про кору кору везде снял нету коры вот здесь была кора везде здесь снял я знаю что ее надо снимать хотя некоторые говорят что нет это не маша там говорит и так нормально ладно ну да чтобы не ели почему мы решили сделать односкатную крышу там несколько причин одна причина это вот то что вот здесь вот мы собираемся делать вообще у нас по плану еще один пристрой он уже будет хозяйственного назначения такое мы собираемся вот вот эта котельня у нас вот она мы ее собираемся сюда перенести и будет тут тоже как небольшая как небольшая но вот такой вот пристройщик такой а вот там вот где вот эта железная коробка лежит железный ящик там будет у нас баня ну первую мы поставим баню потом будем строить вот этот пристрой и потом уже будем это крышу крышу ну как-то ее туда конечно ну вторая причина что средств сейчас начнут написать что ныть ну как ныть я вот считаю что в youtube он тем и хорош что можно вести диалог со зрителем зрители спрашивают мы отвечаем правильно мы говорим вот одну причину сейчас вторая причина то что средств не так и много хватило только на на скатную крышу впритык вообще впритык потому что крыши оказывается это дорогое удовольствие вообще а и делать двухскатную крышу когда у нас еще вот здесь но неизвестно что потом будет баня то точно мы будут баню весной здесь будем ставить так что это пока у нас так будет потом возможно конечно не хочется все переделывать но пока другого варианта нет можно было бы построить это или начать все вместе но все вместе это может затянуться надолго хочется быстрее переехать вот в этот пристрой чтобы маши я предлагал маши давай это все но на следующий год там и дальше стройку но было принято решение такое что нужно закончить это вот здесь вот значит будет баня а рядом здесь вот еще будет большой бассейн под крышей чтобы из бани страл до зиму нет под крышей бассейн чё из бани выбежал и плюх прямо в бассейн вот вот да мечтать не вредно не мечтать не хотеть ладно все работаем дальше и 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уютно, да, отталадить? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА